Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Об этом стало известно по итогам встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны госрубежей ежегодно выносят на уровень главы государства. Он требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется, как и геополитический расклад в регионе. Безопасность границы – одна из основ функционирования государства. Минувший год во многом был сложным, однако стражи рубежей справились с поставленной задачей. Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали. Пограничные войска по своей основной специальности по направлению сработали немного лучше, чем другие. Силовые структуры, но в целом нормально. Традиционно незаконная миграция, наркотрафик, контрабанда, противодействие террористическим устремлениям и так далее. Здесь тоже вроде бы и цифры неплохие. Дело в том, что мы защищаем не только Беларусь здесь на Западе, но это рубежи союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы. Но вопросы пандемии, которые навалились на нас, они, конечно же, усложнили нам работу на последнем метре нашей земли, особенно для пограничников, таможенников. Но ситуация была управляемой, и пограничники и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись. Ну, как никогда. Значит, армия и войска пограничные почувствовали, что надо защищать более основательно, серьезно страну. Поэтому реакция была соответствующая. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить. В это время, как и было планом нашим на 2020 год установлено, мы совершенствовали пограничные войска. Появились новые пограничные заставы, появились маневренные группы. Вы мне отдельно доложите, везде ли мы создали маневренные группы, там, где мы планировали. Вы же помните, что их вообще ликвидировали. У меня такие были, что нам, видите ли, они не нужны. Оказывается, нужны. Пусть небольшие, но в каждом пограничном отряде группе должны быть эти маневренные группы для того, чтобы в любой момент, короткий промежуток времени, прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам. В целом, граница Беларуси находится под строгим контролем. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил в развитие инфраструктуры, это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели и ревизию рубежей. Обозначено 80 километров границы с Украиной. Установлено свыше тысячи погранзнаков.